Здравствуйте! Предмет самопознания прежде всего является образованием для сердца. Он призван наполнить внутренний мир человека нравственно-духовным смыслом. На каждом уроке дети, разбирая ту или иную ситуацию, познают истины жизни, тем самым становятся мудрее, благороднее и добрее к окружающему миру. Сейчас мы предлагаем посмотреть урок, на котором учащиеся третьего класса раскрывали значения таких понятий, как «щедрость» и «великодушие». Добро людям! Дарите, ребята, добро! Дивитесь миром и удивляйтесь! Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь! Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь! Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам, ничто не повторится! За мигом миг, за шагом шаг, впадайте в изумление! Все будет так и все не так через одно мгновение! А сейчас, ребята, сожмите, пожалуйста, ладошки в кулак и скажите, пожалуйста, на что похож наш кулачок? Наш кулак похож на сердце! Спасибо, София, садись! Правильно, ребята, наш кулак с размером сердца, который в хайпу, находится у нас в груди. Сердце я свое открою, счастьем поделюсь с тобой, все хорошие слова я говорю я для тебя. И сегодня на уроке, ребята, мы продолжим говорить о человеческих ценностях. И сегодня мы поговорим о щедрости и великодушии. Цитатой нашего урока, посмотрите, пожалуйста, будет «Народная мудрость». Давайте вместе прочитаем ее. Настоящая щедрость – делать что-нибудь хорошее тому, кто никогда об этом не узнает. Ребята, как вы понимаете смысл изречения? Если человек тебе делает добро, то ты ему не должен напоминать, что ты ему сделал добро. Ребята, что значит быть щедрым, быть великодушным? Пожалуйста, Анатолий. Быть щедрым – это значит делать добро, но оставаться как бы в тени. Что значит быть великодушным? Это тот человек, у которого великая душа, тот, кто всем помогает, людям. Делает это от души. Кто-нибудь хочет еще добавить? Великодушие – это щедрость сердца, души. Седрость щедрость, молодец, молодец. Скажите, пожалуйста, а как мы называем людей, которые не могут быть великодушными или не могут дарить добро? Этого человека называют жадным. А скажите, пожалуйста, великодушие и щедрость – это одно и то же? Да, но щедрость бывает разной. Щедрость бывает от чистой души и от выгоды. И щедрость бывает все ради выгоды. Ребята, а кто из вас может привести примеры, когда щедрость идет от души и щедрость, которая ради выгоды? Оружая? Я приведу два примера. Например, друг своему другу подарил машинку. Это от души. Просто так, да? Да, просто так. Взамен не просит ничего. А вот подружка дала своей подруге куклу и просит чего-то взамен. А это, я думаю, как бы уже с выгодой. Ребята, вам было задано задание прочитать притчу «Сорок золотых». Скажите, пожалуйста, какие три условия должен выполнить человек, чтобы быть щедрым? Первое условие – не думая о выгоде. То есть ты, то есть, ему что-нибудь даешь и не просишь ничего взамен. Второе условие, пожалуйста, Аннеля. Второе условие – это не ждать ничего взамен. И третье условие какое? Камила, пожалуйста. Нельзя человека подозревать. Это и есть третье условие. Скажите, пожалуйста, почему падишаха нельзя назвать щедрым человеком? Падишаха нельзя назвать щедрым, потому что он что-то просит взамен. Так, что он просил взамен? Он хотел, чтобы его всегда прославляли. Хорошо. А еще почему нельзя? Кто дополнит? Он подозревал деревьев, что он потратит деньги не по назначению. Что по-настоящему характеризует щедрого или великодушного человека? Пожалуйста, София. Щедрого и великодушного человека характеризует. Он отдает, что дорого ему. Он отдает охотные души, чтобы человеку было хорошо. Он не думает, что этот человек сделает с этой вещью. И он не восхваляет себя. А теперь, ребята, я вам предлагаю поиграть в игру, которая называется «Да-нет». Вы должны на вопросы отвечать или «да», или «нет». Является ли щедрым человек, который всегда делится всем, что имеет? «Да-нет». Ждет ответной благодарности? «Нет-нет». Радуется, когда делает подарки? «Да-нет». Замечает, что кому-то нужна его помощь? «Да-нет». Подсчитывает, сколько добра он сделал другим людям? «Нет». Всегда напоминает о том, что кому-то что-то подарил? «Нет». Счастлив, когда у других появляется что-то хорошее? «Да». Я так поняла, что вы хорошо усвоили, что такое щедрость и что такое великодушие. Но, ребята, щедрость может быть не только материальные блага, да? А что еще можно назвать щедростью? Что еще можно назвать арайлом? Это когда, например, друг подходит к другому другу, и у него что-то случилось плохое, он его поддерживает добрым словом. Это любовь, великодушие, доброта и отзывчивость. Ребята, в вашей жизни, наверное, были случаи, когда вам приходилось прощать кого-то, помогать кому-то. Наверняка вы были в жизни с кем-то в ссоре. И я вам предлагаю сегодня провести творческую работу, сделать открытку примирения. Потому что великодушие – это способность участвовать в судьбе других людей. Напишите в открытке добрые пожелания, а по центру открытки напишите имя этого человека, с которым вы были в ссоре. Быть самим собой, различать, что такое хорошо и что такое плохо, нести ответственность за свои слова и поступки – этому учит предмет самопознания. Как и на сегодняшнем уроке, на котором дети, раскрывая качество щедрого человека, осознали, насколько важно быть чутким и внимательным, а также уметь прощать и быть великодушным по отношению к окружающим людям. Ребята, если вы завершили творческую работу, давайте заполним наше лукошко щедростью. Ребята, посмотрите, какое замечательное, красивое у нас получилось лукошко. Наверное, не просто просить прощения, да, ребята, но вы проявили великодушие. И вот с человеком, с которым вы были в ссоре, такие приготовили замечательные открытки. Ребята, наш урок подходит к концу. Что важного вы взяли для себя? Я понял, что щедрость и великодушие – это очень важные и хорошие качества человека. Чтобы быть щедрым, надо быть и великодушным. Щедрость и великодушие – это ценности человека, которые исходят из сердца. Из сердца, которое бескорыстное. И спешит на помощь людям с помощью и с добром, и с любовью. А теперь давайте наш урок завершим пением. И исполним песню «Дорогою добра». Я вам желаю добрую дорогу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дайте дорогою добра.